На телеканале Юганск новости. Здравствуйте в студии Нановикова и коротко о некоторых событиях этого дня. За Россию, за победу, за наших. Возле Жемчужиной Югры прошел митинг, посвященный восьмой годовщине суверенитета Донецкой Республики. Каким будет город, решает жителям. Администрация собирает предложения по организации парковой зоны в четвертом микрорайоне. Молодежь за ЗОЖ. Нефтеюганцы отметили Всемирный день здоровья разминкой на свежем воздухе. В России на Донбассе сегодня отмечают годовщину основания Донецкой Народной Республики. 7 апреля 8 лет назад была принята декларация о суверенитете ДНР. В нашей стране проходят акции в поддержку российской армии и специальной военной операции на Украине. Такой митинг сегодня состоялся и в центре Нефтеюганска. Российский триколор. Георгий Победоносец, низвергающий змея. Повод с одной стороны праздничный, восьмилетие Донецкой Республики. Но сегодня, когда льется кровь уже не только дончан, но и наших солдат, все понимают серьезность момента и выбора. В феврале 2022 года наш президент Владимир Владимирович Путин принял непростое решение о начале военной операции. Сегодня свободу и независимость Донбасса помогают отстаивать наши военные. А мы, в свою очередь, стараемся поддержать и помочь мирных жителей и нашу армию. Да, бои трудные происходят. Ребята выполняют долг мужественно и с честью. Сейчас, на данный момент, почти 95% ЛНР освобождено и большая часть ДНР освобождено от нацистов. Вооруженные силы и народная милиция будет выполнять до конца свой долг и выполнит все задачи, поставленные нашим верховным главнокомандующим. Ценой жизни и здоровья всех, кто встал на защиту интересов ДНР, далась нам эта свобода и независимость. Но вместе мы отстоим нашу честь, наше право жить в мире в согласии и по традициям наших предков. Выбор делает не только власть, но и каждый из нас. И тех, кто согласен с решением президента, большинство. Несмотря на давление Запада и тревогу за завтрашний день. Чем больше зверств мы видим со стороны нацбатальонов, тем сильнее желание победить дракона. Сегодня поддержка таких людей очень важна. Прежде всего нашей армии, которая освобождает Донбасс от коричневой чумы и русофобов. Поддержать нашу российскую армию, вооруженные силы наши. Поддержать Донецк, поддержать Луганск. Потому что их дело правое и наше дело правое. И мы победим. Я переживаю за наших солдатов. Я переживаю за солдатов, которые находятся даже сейчас в учебке. У меня сейчас брат находится там. Вот за это я переживаю. За их здоровье, за их... Чтобы сил у них было и терпение справиться со всей ситуацией, которая на них возложила наше государство. Ну и мы должны, мне кажется, все сильно поддерживать их. С одной стороны, очень горестно за то, что там происходит. С другой стороны, я действительно горжусь своей страной. То, что мы готовы пойти на помощь всегда, когда это действительно необходимо. Конечно, я как историк могу вам утверждать то, что в любом случае все всегда имеет конец. И я думаю, что эта операция будет, конечно, в нашу пользу. Россия, священная наша душа, Россия, любимая наша страна. Аналогичные митинги в поддержку Суверенитета Донбасса и российской спецоперации прошли и в других городах Югры. В акциях приняли участие жители, эвакуированные из зоны боевых действий. Напомним, в Нефтьюганске таких сейчас 15 человек. Инна Новикова, Евгений Трифилов, телерадиокомпания «Юганск». В Нефтьюганске появится парк. Об этом глава города заявила в своих аккаунтах в социальных сетях. Поручение власти внести изменения в проект планировки и застройки четвертого микрорайона было основано на многочисленных обращениях горожан. Пока специалисты только готовят эскизный план будущего парка. Его расположение в границах четвертого микрорайона вы видите сейчас на экране. Местные власти предлагают нефтьюганцам внести свои пожелания по благоустройству этой территории. Их принимают на официальном сайте органов местного самоуправления в разделе «Общественные обсуждения». Внести свои предложения можно до конца апреля. Помощь для перспективного бизнеса. Для прогнозирования социально-экономического развития региона в Югре была создана специальная программа «Инвестиционный бюджет». Простыми словами, ее алгоритм позволяет оценить бизнес-идеи и выявить лучшие для получения господдержки. Какие проекты можно туда внести, обсудили на заседании инвестиционного совета в администрации. В условиях санкционного давления в Югре значительную долю помощи оказывают региональному бизнесу. Понижение ставки в 4% по упрощенной системе налогообложения, кредитные каникулы и льготные займы. Настал тот период, при котором малых и средних предпринимателей станет только больше. Люди, многие, кто начинает свой бизнес, знали, что у нас есть инвестпроекты определенные. И могли бы соинвестировать это с окружными программами. Потому что многие люди начинают, действительно, вопросы за свой счет, не зная об этом. Для отслеживания потока бизнес-идей фонд развития игры запустил программу «Инвестиционный бюджет». Некий сбор коммерческих проектов, претендующих на господдержку. Алгоритм высчитывает возможный рост доходов бюджета и населения, количество рабочих мест и развитие главных направлений округа. У нас в городе Нефтьюганске достаточно много есть идейных предпринимателей, представителей малого и среднего бизнеса, которые могли бы свои идеи выразить в инвестпроекте и заявиться в эту программу, инвестиционный бюджет, получить соответствующие рекомендации и консультации с фондом развития игры. Бизнес-идеи принимают по определенным сферам деятельности, среди которых сельское хозяйство, добыча полезных ископаемых, обрабатывающие производство, водоснабжение, транспорт и гостиничный бизнес, а также социальные проекты, будь то строительство школы или спортивной площадки. Мы обратились к Егорскому машиностроительному заводу, чтобы они свой инвестпроект внесли в эту программу для участия в конкурсе и получения финансовой поддержки. Еще у нас планируется в городе построить частный медицинский центр, Югорский медицинский центр, земельный участок у них в частной собственности, и это тоже позволяет данную информацию внести в эту программу для получения финансовой поддержки фонда развития игры. В инвестбюджет уже поступило свыше 100 проектов, а время их рассмотрения удалось значительно сократить за счет цифровизации оценки эффективности. Алина Ширина, Рамиль Аскаров, телерадиокомпания «Юганск». Новое – это хорошо забытое старое. В Нефтьюганске набирают «темуровцы». В такое название этому волонтерскому движению дал сам организатор Тимур Хедиров. Стать добровольцем может любой горожанин в возрасте от 18 до 35 лет. Для вступления в «темуровцы» не важны профессия и опыт добровольческой деятельности. Главная задача этого волонтерского движения – помочь нуждающимся, а именно улучшить бытовые условия ветеранов, пенсионеров, многодетных семей и других малообеспеченных групп населения. Опыт проведения ремонта в жилых помещениях приветствуется, но не является обязательным. Участники движения получат электронные волонтерские книжки с часами волонтерства, получат фирменный мерч, а также знак отличия «темуровцы». Семьи, которым будет оказана поддержка, значительно улучшат свои жилищные условия, а также получат психологическую и социальную поддержку. Ранее подобная инициатива уже была реализована на базе местного проекта «Политическая кухня». Активисты сделали ремонт нескольким нефтьюганским семьям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Чтобы стать одним из «темуровцев», нужно просто позвонить по телефону, который вы видите сейчас на экране. Чем занимаются местные зоозащитники, как они помогают бездомным животным и кто их поддерживает в этом непростом, но благородном деле. В пятницу в студию вечернего гостя придут активисты зоозащитной организации «Право на жизнь». Почему зоозащитники не боятся уличных собак? Сотрудничает ли с волонтерами местная администрация? Что может измениться в 498 законе в ближайшее время? Когда возобновятся ярмарки раздачи бездомных животных? И зачем в школах и детских садах нужны специальные уроки по ответственному обращению с нашими меньшими братьями? Обо всем этом 8 апреля, сразу после выпуска новостей. Сегодня Всемирный день здоровья. Его отмечают во всем мире уже более 70 лет. 7 апреля принято проводить спортивные акции, флешмобы и мастер-классы. Нефтьюганск тоже не остался в стороне. Всю последнюю неделю жители города могли поучаствовать в спортивных челленджах. Завершением стала зарядка с фитнес-тренерами. Молодежь за зооз! Здорово! Немножко подзамерзли. Акции за зооз, спортивные игровые программы и конкурс детских рисунков. Во всем этом принимали участие нефтьюганцы в рамках Всемирного дня здоровья. За последнюю неделю ни одна встреча не осталась нереализованной. Не помешали даже погодные условия. Все соскучились по живому общению. Поэтому все наши мероприятия были в таком хорошем, большом формате. Мы постарались транслировать еще и прямые эфиры в наших группах. Поэтому ребята с удовольствием приходят на наши встречи. Несмотря на погоду, даже у нас пару дней назад был флешмоб, ветер был сильнейший. Но ребята решили не откладывать мероприятия и активно провели свою зарядку. Чтобы провести завершающую зарядку, пригласили на помощь фитнес-тренеров. По словам Вероники, их главная цель – поделиться мотивацией и хорошим настроением с пришедшими. Спина ровная и сделаем три раза глубокий вдох. Опускайтесь вниз. Мы пришли разделить с молодежью города Нефтьюганска. Прекрасный праздник, день здоровья, поддержать. Мы за здоровый образ жизни, за ЗОЖ. Проведем очень крутую разминку и заведим нашей мотивацией. По мнению самой молодежи, зарядка была бодрой, интересной и несложной. Многие ребята уже давно ведут здоровый образ жизни и призывают к этому других людей. Мне очень понравилось сегодняшнее мероприятие, устроенное замечательными девочками. Их упражнения – это просто нечто. Они разогрели нас за считанные секунды. И я за здоровый образ жизни, что я вам советую. Окончательно проснувшись на спортивной разминке, школьники согрелись теплым чаем и отправились на уроки. По их словам, в следующем году они снова намерены принять участие. Спасибо! Екатерина Балакина, Дмитрий Смирнов, телерадио «Компания Юганск». Придумать досуг для школьников или разработать приложение о городской среде. В третьей школе состоялась классная встреча с победителями всероссийского конкурса «Большая перемена». Нефтьюганские финалисты поделились историей успеха, а также подготовили для ребят специальные кейсы. «Большая перемена» – во-первых, это возможности огромные. Благодаря моим победам я смогла покататься по всей России. «Большая перемена» дает возможность юному дарованию предлагать свои идеи, которые будут реализованы. Так местные победители и финалисты прошлого года рассказали о своем опыте. Конкурс изменил их, помог определиться с профессией и научил добиваться поставленных целей. «Им дается примерно 12 тем по их вызову. Вызов они тоже выбирают. Он зависит от предпочтения ребенка. Может быть, ему нравится физика, и он выберет «Создавай будущее», или ему нравится творчество, он выберет направление «Твори». «Мы сегодня подготовили для ребят три кейса. Они связаны с благоустройством города и школы. То есть они будут рандомно вытягивать любой кейс. Кому-то попадется школа, кому-то город. Ну и им будет даваться 15 минут». Перед группой ребят будет стоять конкретная актуальная проблема. Необходимо как можно скорее найти ее решение. А может, даже и не одно. «На полуфинале прошлого года, когда я участвовал, был кейс, как очистить реки от загрязнения. То есть это может начинаться как от воспитания людей, которые проживают вдоль рек, так и до неимоверных конструкций, которые… Ну, все, что фантазия позволяет». И вот задание получено. Время пошло. 15 минут на то, чтобы проявить свои умения. Творчески мыслить, работать в команде, решать нестандартные задачи, а кому-то выступить в роли лидера. «Еще нужен сбор информации для этих интерактивных досок. Значит, надо писать, там сбор информации про город». «Давайте выйдет не один человек, а трое. Каждый аргументирует свое». «Я могу написать аргументацию». «Нужно вовлечь других учеников, обучаться на учителя, получается. Одновременно». Пока одни ищут аргументы, другие активно рисуют плакаты. Ведь презентация идеи – важная составляющая проекта. Сможет ли выбранный ребятами человек грамотно выступить и заинтересовать зрителя? Вот учащиеся лицея рассказывают о дополнительном досуге для школьников. «Мы решили, что это будет турнир по видеоиграм. Куда же без них? Неужели кто-то откажется не сходить на турнир по Браво Старсу?» Для присутствующих решение подобных кейсов было в новинку. Но самим процессом и результатом остались довольны. «Когда только дали это задание, конечно, так как столкнулся с чем-то неизвестным, сразу непонятно, как это делать, с какой стороны к этому подойти. И поэтому впечатление страшное, что тяжело будет. Но когда входишь во вкус, когда делаешь то, что тебе нравится, потому что мы действовали больше с позиции какого-то юмора и того, что действительно будет близко рядовому школьнику, который захочет отдохнуть на перемене». Третий сезон «Большой перемены» уже стартовал. Желающие могут принять в нем участие и отправить заявку до 1 июня. Победителей ждут денежные призы, награды, стажировки и путешествия. Алина Ширина, Рамиль Аскаров, телерадиокомпания «Юганск». На этом программа завершена. Смотрите нас в социальных сетях и делайте новости вместе с нами. Всего доброго. До встречи.